Каков порядок предоставления и перераспределения земельных участков в СНТ? Земельные участки в СНТ, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, могут предоставляться бесплатно в собственность определенных категорий граждан. При необходимости, собственники смежных земельных участков в СНТ могут заключить между собой соглашение о перераспределении земельных участков. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Приоритеты» с юристом Евгением Корсакином. Отдельное спасибо за ваши лайки и подписку на канал. Переходим к теме видео. Первое. Предоставление земельных участков в СНТ в собственность. Итак, порядок предоставления земельных участков, расположенных в СНТ, находящихся в государственной или муниципальной собственности, различается в зависимости от категории граждан, которым эти участки предоставляются. Рассмотрим предоставление земельных участков в собственность членам СНТ. До 1 марта 2022 года члены некоммерческих организаций, созданных до 1 января 2019 года, для ведения садоводства и члены СНТ, созданных путем реорганизации таких некоммерческих организаций, независимо от даты вступления в члены СНТ, имеют право приобрести земельный участок без проведения торгов в собственность бесплатно. Ссылки на закон вывели сейчас на экран. Первое. Член СНТ может приобрести земельный участок, если такой участок соответствует в совокупности следующим условиям. Первое. Образован из земельного участка, предоставленного до 10 ноября 2001 года, для ведения садоводства СНТ или иной организации, при которой СНТ было создано или организовано. Второе. Распределен гражданину по решению общего собрания членов СНТ или на основании иного документа, устанавливающего распределение земельных участков в СНТ. Третье. Не является изъятым из оборота, ограниченным в обороте, и в отношении него не принято решение о резервировании для государственных или муниципальных нужд. Идем дальше. Земельный участок предоставляется в собственность по решению местных властей. На основании заявления гражданина. Ссылку на закон вывели сейчас на экран. К указанному заявлению необходимо приложить схему расположения участка на кадастровом плане территории и не нужно предоставлять при наличии утвержденных проектами жевания территории, в границах, к которой расположен земельный участок, либо при наличии описания местоположения границ земельного участка в ЯГРН. Следующее. Протокол, так называемую выписку из протокола общего собрания членов СНТ о распределении земельных участков между членами СНТ или иной документ, устанавливающий распределение земельных участков в СНТ. Идем дальше. Если же ранее никто из членов СНТ не обращался с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, уполномоченный орган самостоятельно запрашивает сведения об СНТ, содержащиеся в ЯГРУЛ, и сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок, если такие сведения содержатся в ЯГРН. При отсутствии сведений о правоустанавливающих документах на земельный участок в ЯГРН они запрашиваются у заявителя. Вот закон. Решение о предоставлении гражданину в собственность земельного участка принимается уполномоченным органом в течение 14 дней со дня получения заявления и документов. Принятое решение является основанием для государственного кадастрового учета и регистрации права собственности на такой земельный участок. Друзья, еще больше новостей в нашем телеграм-канале «Приоритеты». Обязательно подпишитесь и следите за новшествами в законодательстве. С вами был юрист Евгений Корсакин. Увидимся в следующем видео.